Прошедшая неделя в Канске стала рекордной по количеству обращений населения в администрацию в пожарную часть. Несмотря на опасность получить огромный штраф, отходы от лесопереработки большинство предпринимателей жгут и днём и ночью. Кроме того, тушить такие пожары крайне трудно. Сложность в том, что большой, как правило, большой объём запасов этих, то есть интенсивность и подача воды от имеющихся стволов пожарных на пожарных автомобилях. Не удается добраться до самого очага пожара. То есть приходится, как сказать, ворошить эти кучи, чтобы пролить всё полностью. И также отсутствие наружных противопожарных источников, подъездов к ним. За прошлый год всего четыре предпринимателя в Канске были оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый. Всё дело в том, что не всегда надзорные органы успевают зарегистрировать факт сжигания отходов. В связи с этим администрация Каннска намерена ввести особый режим работы. Будет проведено большое совещание с присутствием силовиков. И выборочные предприниматели этого лесного бизнеса. Где мы также будем поднимать вопрос о возможном введении режима повышенной готовности. Для того, чтобы наши пожарные службы имели возможность на конкретного человека, на конкретного предпринимателя составить протокол об административном правонарушении. Данная мера должна заставить предпринимателей соблюдать закон и изготавливать из опилок вторичную продукцию или утилизировать отходы современными безопасными способами. Леонид Юрков, Александр Шумерин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова